Здравствуйте! Меня зовут Михаил Шилов и я автор проектов www.butushin.ru, www.butushin.ru и www.makivara.ru В этом видеоподкасте я хочу осветить такой важный вопрос, как всесторонняя проработка кулака на макиваре. А именно, набивка кулака со всех сторон. То есть не только в ударных поверхностях, которыми вы постоянно работаете. То есть те, которые считаете для себя основными и базовыми, но и всех остальных. Дело в том, что ударники очень часто работают только несколькими ударными поверхностями, которые находятся на кисти. Это, прежде всего, сейкен. Вот эти две костяшки. Эти три костяшки. Также некоторые бьют уракен с тэцуй и тэйшу. Вообще, этот арсенал я для себя считаю, в общем-то, вполне достаточно. Вот я лично максимально много работаю в кумите. Это сейкен, тэцуй, шуто, тэйшо. В общем-то, все. Но на макиваре я обязательно, когда занимаюсь набивкой укрепления ударной части и набивкой ударной поверхности, я прорабатываю абсолютно всю кисть. То есть я работаю и шуто, и хайто, и хайше, и ураке, и какуто. Абсолютно все части прорабатываю. Все, что можно. Обязательно, конечно, сейкен, и эти три костяшки. То есть все эти части кулака я прорабатываю. Зачем это нужно? Даже если вы эти удары не используете в бою, комплексная проработка такая всесторонняя, она нужна для того, чтобы кулак закреплялся со всех сторон. Дело в том, что работа на макиваре в плане набивки, а не постановочного приема. Когда вы работаете постановочный прием, там вы, да, нарабатываете те приемы, которыми вы реально собираетесь вести бой. То есть которые вы будете использовать реально. В реальном, самостоящем бою. При набивке вы прорабатываете все. Почему? Оружие нужно накопать. Когда мы набивкой занимаемся, мы курем оружие. Да, набивка разная бывает. Она поверхностная бывает, бывает более углубленная. Это не тема данного подкаста. Но тема данного подкаста та, что оружие нужно отбить со всех сторон. Дело в том, что если мы постоянно занимаемся набивкой в одном направлении, одной какой-то части, например, мы работаем все время постоянно, то наши кости, ударная вся поверхность, ударная часть, ударное звено испытывает нагрузку противоположную вектору силы самого приема. То есть кости все, все суставы, все связки испытывают вот такую вот, ну как осенную нагрузку, продольную. Но не испытывают вот такую поперечную нагрузку. И, соответственно, кость она перестраивается таким образом, чтобы компенсировать данную нагрузку. То есть и костные балки перестраиваются так, чтобы лучше противодействовать вот данной нагрузке. Но совершенно не способны, чтобы противодействовать какой-то поперечной нагрузке. Это очень важный момент. Также перестраиваются и мышечный тонус, и связки, и срединоткадные элементы. Они все направлены на то, вот эти компенсаторы гипертрофии, чтобы компенсировать те нагрузки, которые испытывают ударные части. Вот. А кость и ударная часть должна быть закалена комплексно. Она должна вся представлять из себя молоток. Если это кулак, то он реально молотком и должен быть. То есть вы жали кулак, а какой бы часть вы нанесли удар, или по какой бы части вы даже не нанесли вам, ваша рука должна выдержать это все. Потому что вы не знаете, чем вы реально будете бить. То есть вы можете бить и кулаком этой частью, а попасть к этой частью кулака, мизинцем там, да. Вы можете бить куракинг, а попасть сам тыльной поверхностью кисти. Что угодно может быть. И ваша рука должна выдержать это дело. То же самое и касается и голени. Вот, смотрите, наша голень. Большеверцовая кость, она выдерживает вот такую нагрузку до полутора тонн. Но есть исследования, которые показывают, что и больше. То есть если на согнутую галеную ногу, вот тогда поставить, положить на какую-то лапу, а сюда положить вес на полутора тонн, она спокойно выдерживает. То есть если положить вот на такую ногу этот вес, нога со словом на ногу. Потому что она не держит нагрузку поперечную, она держит осевую. Потому что всю жизнь мы ходим напрямую в ногах, и кость устроена так, чтобы держать осевую нагрузку. Если же мы занимаемся набивкой всесторонней, обрабатываем кубак со всех сторон кисти, то кости начинают гипертрофироваться таким образом, чтобы компенсировать любые нагрузки, любые связки, точно так же гипертрофирусочные мышцы. И тогда оружие действительно становится целью. Понимаете? Молоток, если он состоит из пены и имеет только нашлётку металлическую, как ударную поверхность, да, хорошо подготовленную. Ну и конечно ударной поверхностью можно ударить очень сильно, там будет жёсткий удар и всё такое прочее. Но если молоток будет цельный, то бить можно будет любой совершенно частью. И на овощи, и на овощи, и на само ударной подсуги, любой другой. А самое главное, что если по нему нанесут удар, ему ничего не будет. Если у вас пулат крепкий, выкованный, оббитый со всех сторон, монолитный, то это действительно оружие. Если же он имеет только какие-то ударные поверхности, которые готовы к удару, остальная часть не готова к удару, или не готовы нагрузки выдерживать, это не оружие. Понимаете, такое оружие, оно обладает гораздо меньшим потенциалом, гораздо меньшим возможностям. Оно требует гораздо больше ухода, и оно прихотливое, и более того, оно аутотравматичное. То есть вы можете сами его и повредить. Не говоря уж о том, что повредить его может вам, ваш оппонент. Поэтому, когда вы занимаетесь набивкой, то наносите удары всеми ударными поверхностями, которые только существуют в карате. или в других видах боевых искусств. Обязательно используйте все ударные поверхности. Это принципиально. Не для того, чтобы ими потом бить, а для того, чтобы укрепить комплексные всесторонние кисти и ваше основное оружие. Потому что только реально подготовленное оружие, рука, реально превращенная в молоток, может дать вам абсолютную уверенность в том, что вы сможете использовать это оружие по полной программе. И то, что оно остается целым. Поэтому обязательно всесторонняя проработка. На этом, в этом своем подкасте я все сказал. Резюме тоже высказал. Даже если вы не бьете хайту, хайшу, ракену, какую-то или другими частями, при набивке обязательно используйте эти части и набивайте их. При постановке можете не использовать. Но при набивке обязательно. И как при поверхности, так и при клубок. Все, спасибо. Продолжение следует...